Здравствуйте. В городе Лозанна, что во французской Швейцарии, во франко-говорящей части Швейцарии, есть такое вот произведение архитектурного искусства. Пале де Рюмин. Палас, то есть дворец Рюмина. В нем находится масса музеев. И естественные истории, и художественный музей. Самый очень популярный у туристов музей денег там находится. До недавнего времени в Пале де Рюмин помечался Лозаннский университет. А, как говорят, в Лозанне была даже улица Рю де Рюмин. Улица Рюмина. Вот что это за история такая была с Пале де Рюмин? Ну, начну издалека. Вот, во-первых, красивый этот дворец Рюмина. У Рюмина был предок. Предка звали Василий Гаврилович. И был он родом откуда-то из Владимирской губернии. И занимался он во Владимирской губернии винными откупами. Так вот, Василий Гаврилович был человек думающий и очень рациональный. Он придумал, значит, винный откупает, значит, он продает водку. И деньги, которые он тратит на покупку спирта, он покупает у государства спирт. Так вот, он покупал у государства спирт и разбавлял его каким-то органическим соединением железа. Ну, даже известно, каким, но я не буду говорить. И по вкусу водка получалась как водка. Меньше спирта, но в голову вшибало все так же покупатели его. И таким образом он экономил на вот этих винных откупах. Собрал большие деньги, миллионщиком стал. Построил в городе Рязань вот такой вот себе дом. Ну, Пале де Рюмин не называли. Имение у него было. Рюмина роща. До сих пор есть такой вот объект в Рязани. Роща действительно очень красивая. Рюмина роща. Городская роща теперь называют. С советских времен. Сын у него был. Советник тайный он стал потом к концу своей жизни. Очень важный человек. Не захотел он здесь жить. Жил в Петербурге. Николай Васильевич Рюмин его звали. И вот Николай Васильевич Рюмин здесь организовал гимназию и стал ее попечителем. Сейчас в этом здании не гимназия, а в ней находится музей, художественный музей, областной художественный музей Рязанский. Так вот, потомки были у Николая Васильевича. Одного из них звали Гаврила Николаевич. В честь деда, в честь прадеда Гаврилы назвали его. Так вот, Гаврил Николаевич был какой-то не совсем путевый. Семьи не имел. Какие-то имел непонятные приключения здесь такие. И в конце концов, с глаз долой от рук царской юстиции отправился жить в Лозанну. И там умер. А свои сокровища, свои богатства завещал городу на то, чтобы построили какое-нибудь полезное, красивое общественное здание. И вот построили там здание, которым вот и называется дворец Рюмина, да. Оно было университетским. Где-то уже в 80-х годах 20-го века перестало быть университетским. И стало просто, вот так сказать, музейным комплексом в Лозанне. Я почему про эту историю вспомнил. Значит, на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации опубликовали письмо. Письмо, которое написали из одного из колледжа, из одного из учебных заведений Лозанны, одной нашей соотечественности. Наша соотечественница искала там, значит, работу. Предложила им свои услуги в качестве преподавателя этому колледжу. И ответили, что мы вас очень уважаем. Но вот ваша страна себя нехорошо ведет, нам не нравится политика Путина, а в вашей стране ведь 70% населения по данным вопросам поддерживают Путина. И вот поэтому мы применяем к вам наши санкции. Это наша санкция, да. Мы, значит, вот не принимаем вас поэтому на работу. Вот отказываем вам именно вот поэтому. Дали ей понять, что вот за то, что большой процент нашего населения поддерживает политику, как раньше были партии и правительства, вот вы за это будете наказаны. А Рюдо Рюмин так стоит там. Удачи вам, всех благ.